Это Ноябрьск 24, обзор за неделю и мы продолжаем. Бизнесмен Анатолий Гампель снял свою кандидатуру с выборов депутата Градской Думы Ноябрьска. В политике бизнесмен уже 20 лет. Впервые действующий депутат был избран в Думу второго созыва. Самая хорошая Дума была, так как мне есть чем сравнивать, была третьего созыва. Я вижу, что с этой Думой будет очень тяжело работать. Поэтому я считаю, что я свою миссию в городе выполнил с достоинством и по стройкам, и по всему остальному. Ранее территориальный избирком Ноябрьска опубликовал сведения о кандидатах в депутаты Градской Думы Ноябрьска. По данным ТИКа, заявление подали 84 человека. Список на официальном сайте ведомства и, согласно размещенным данным, четверо кандидатов в парламентарии ранее были судимы. Так двое имеют погашенные судимости за кражу. Один за эффективную регистрацию иностранца и последний за неуплату алиментов. Напомню, выборы назначены на 8 сентября 2019 года. Купальный сезон в Ноябрьске завершится уже 5 августа. Через неделю спасатели и медики завершат свои дежурства на единственном городском пляже – берегу озера Светлое. С начала лета ни одного ЧП с пострадавшими на водоемах Ноябрьска не случилось. Год назад утонувших было трое. Чтобы не допустить трагедии, отдыхающим не устают напоминать о правилах безопасности. Эта лодка хорошо знакома отдыхающим на озере Светлое. Каждое лето спасатели выходят на ней в патруль. За спиной несколько сотен выездов. Официальный пляж в городе всего один. Рядом с ним дежурят не только спасатели, но и скорая. Это стопроцентная зона безопасности. Дно очищено от мусора, берег убран, а зоны купания помечены буйками, чтобы не приближались лодки. При этом так называемых диких пляжей в городе много. И, говорят спасатели, они для людей точно небезопасны. У каждого свой рост. Кто-то на два метра может зайти, кто-то на полтора уже ногами не цепляет. Это кадры июля прошлого года. Из озера у парагазовой электростанции водолазы достают тело молодого человека. Он зашел в воду вместе с друзьями. Выйти на берег живым не удалось. В 2018-м на воде погибли три ноябрьца. Люди, купающиеся в метре, а тех, кому требовалась помощь, просто не успели понять, что произошло. Очень много мусора в воде, который можно причинить пораниться, порезаться. Если человек нырнул вниз головой, то можно удариться. На территории Ноябрьска восемь водных объектов. Семь из них под запретом для купания. Нарушение правил влечет за собой наказание. Этим летом уже 10 человек оказались в списке нарушителей. Значит, санкция административное наказание в виде предупреждения либо административного штрафа от 500 до 1000 рублей. Один из таких нарушителей – знакомый Валентины Бырке. Мужчину оштрафовали за попытку искупаться в Ханто. Поэтому, говорит женщина, в выборе места отдыха приоритет отдали все же пляжу официальному. Когда заходишь, чистая вода. И дно видно, да. И здесь хорошо отдыхать. Пожалуйста, беседка, столики. Мы уже здесь второй раз за это лето. Хорошо. Купание в несанкционированных местах, говорят спасатели, как игра в русскую рулетку. Здесь раз на раз не приходится. Очередной заход в воду может стать последним. Зацепиться в воде за корягу или уйти под воду на резком обрыве дна – дело нескольких секунд. Яна Джуз, Александр Иванов, Ноябрьск, 24. Среди причин, по которым отдыхающие не хотят ехать на официальный пляж – плохая дорога. По пути на светлые машины просто застревают. На портале «Мой Ноябрьск» появилось обращение, адресованное администрацией города. Автор предлагает рассмотреть возможность уложить на дороге асфальт или хотя бы бетонные плиты и по возможности запустить пассажирский автобус. Журналисты «Ноябрьск-24» обратились за разъяснением городской администрации. Комментарии рассчитываем получить в ближайшее время. Штрафуют жители Ноябрьска из-за разведения костров. Выходные протокол об административном правонарушении оформили на двух человек. Теперь им нужно заплатить штраф в размере 4000 рублей. Еще двое получили предупреждение за то, что проигнорировали запрет на посещение лесов. Ограничительные меры введены с 13 июля из-за напряженной обстановки на Ямале. Мы проводим патрулирование лесов совместно с созданными, в соответствии с установленными группами. Патрулируем места массового скопления населения. В общем, проводим профилактику, какие-то превентивные меры. В принципе, посещать леса возможно только в местах, отведенных для этого. У нас на территории вокруг Ноябрьска эти места определены для отдыха. Это озеро Светлое, Ханто. Почти 2000 гектаров леса горело за это лето на Ямале. При этом Ноябрьский регион остается одним из наиболее безопасных. Обнаружить и вовремя обезвредить очаг возгорания помогают и нефтяники. «Газпромнефть» Ноябрьский нефтегаз ежедневно проводит мониторинг местности с помощью умного беспилотника. О возможностях летательного аппарата расскажет Екатерина Бруцкая. «Есть максимум? Есть минимум?» На проверку перед полетом не больше пяти минут. Вместо взлетной полосы небольшая подставка. На месте пилота камера высокого разрешения. То, на что раньше уходило много времени и ресурсов, стало проще и доступней. Этому аппарату не нужен ни бензин, ни дизель. Он работает от обычного аккумулятора, может так пролетать 4 часа. Но самое интересное, что весит он всего 12 килограмм, поднять может даже девушка. Но это далеко не игрушка, ведь решает она очень важные задачи. Ежедневно умный беспилотник пролетает около 600 километров. Его глазами специалисты «Газпромнефть» Ноябрьск нефтегаза осматривают напорные трассы трубопроводов, следят за ситуацией на месторождениях. Для того, чтобы определить текущее состояние трассы напорных нефтепроводов, есть ли какие-то непроектные залегания, есть ли у нас какие-то повреждения или размывы, либо нахождение третьих лиц в охранной зоне трубопроводов. В небесах беспилотник сложно отличить от птицы. Летает тихо, но скорость совсем иная. В безветренную погоду 120 километров в час, высота до 5000 метров. Обычно такая не требуется. Чтобы все разглядеть, достаточно подняться на 400. На таком расстоянии от земли несложно заметить и лесной пожар. По указанию губернатора Янау мы готовы оказать сразу содействие, предоставить информацию, если зацекли задымление, то есть в районе облета, и передаем информацию в диспетчерский пункт. «Ноябрьскнефтегаз» стал первым предприятием на Ямале, которое стало использовать беспилотную авиацию для экологического и производственного мониторинга нефтяных месторождений. «Умный самолет» за пять лет пролетел уже более 500 тысяч километров. Екатерина Брудская, Александр Морозов, «Ноябрьск-24». Почти 42 тысячи рублей собрали люди из разных уголков страны и даже мира для социального такси «Ноябрьска». Этой суммы достаточно, чтобы оплатить установку электроприборов в транспорт. Мы рассказывали о том, что в машине установили электропривод, двери и автоматическую подножку. Механизм упростил людям с ограничениями здоровья посадку и высадку из машины и помог сэкономить время. За установку общественная организация инвалидов «Таганай» расплачивалась в рассрочку своими средствами. На платформе «Бумстартер» был объявлен сбор. Буквально за несколько дней люди из разных уголков мира откликнулись на призыв о помощи и пожертвовали средства. Больше половины спонсоров сделали это анонимно. Деньги присылали даже из-за рубежа. За 10 дней собрали всю необходимую сумму. Теперь монтаж, установка оборудования будет оплачены. Там, главное, что уже от пользователей поступают отзывы положительные об этом оборудовании. И, конечно, мы будем работать над тем, чтобы во всех муниципалитетах проблема социального такси была решена. На Ханто побывал десант чистоты. Там прошла экологическая акция. Сотни горожан пришли на берег водоема, чтобы очистить его от мусора. Как проходила масштабная уборка, знает Ольга Попова. На берегу озера Ханто ровно в 11 утра собрались сотни людей. Возраст разный, форма одежды свободная. Объединить всех можно по нескольким отличительным признакам. Синие шейные косынки с эмблемой акции, перчатки на руках и черные пакеты. Жители города вышли на войну с мусором. По людям сложно считать. Давайте считать по перчаткам. Из 250 пар осталось штук 30. То есть ориентировочно в пределах 250 человек пришло за перчатками. А еще люди пришли со своими перчатками и мешками. Мы думали, что будет меньше, но в пределах 300-400 человек здесь по берегу уже ходят. Число присутствующих показало. Судьба Ханто не безразлична горожанам. Этим вопросом не первый год озадачены члены местного отделения Русского географического общества. Они – организаторы общегородского субботника. Ранее инициативная группа подготовила проект «Спасем Ханто». Идею поддержали нефтяники. Проект стал победителем грантового конкурса «Родные города». Мы его поддержали как один из немногих проектов, направленных на экологическую тематику. Это достаточно интересно. Не такое большое количество сейчас в городе экологических активистов, кто готовы системно заниматься этими всеми вещами, связанными с экологией. Но я уверен, что с каждым годом их становиться будет все больше и больше. Ну а мы, соответственно, будем стараться найти возможность для того, чтобы поддержать их все. Акция направлена на то, чтобы привлечь внимание общественности, горожан, властей города и округа, всех ресурсных предприятий. Чтобы привлечь какие-то ресурсы для восстановления озера Ханто, нам необходимо перекрыть все источники загрязнения. Они на самом деле очень техногенный характер носят. И тогда озеро буквально через 2-3 года самоочистится. Просто нужно немножечко вложиться в него. Задумка вполне осуществима. Слова активистов подтверждают и ученые. Грязь в озеро приносит ручей, который течет со стороны гаражных кооперативов. Проблему можно решить. И можно решить очень легко. Самое главное, нужно увести ручей. Это все знают, все понимают, но никто не хочет увести этот ручей просто от озера, чтобы вода из ручья не попадала в озеро. В основном окурки, сигареты, стекла были. Просто стекла надо больше убирать, потому что люди могут босиком ходить, наступить и что-то проткнуть себе. Потом и ранения, и травмы всякие. Итог этой акции – 4 куба мусора, вывезены с пляжа. Две новые беседки, их тоже приобрели за средства гранта. И главное – чистая территория. Надолго ли? Зависит от всех нас. Ольга Бопова, Александр Иванов, Ноябрьск-24. Еще больше новостей на сайте Ноябрьск-24 в официальных группах телеканала в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...